Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 ноября и я продолжаю описывать по многочисленным просьбам зрителей те сорта томатов, которые можно вырастить в открытом грунте без теплицы, но которые дадут нам большие-большие такие плоды. На прошлой неделе я рассказывала про бердский крупный, я говорила, что он полудент, он метр-метр двадцать, у него крупненькие такие плоскоокруглые красные плоды, они неприхотливые, мало потребуют времени. Сегодня в предыдущем видео я рассказала о сорте сердцевидный, о котором, возможно, вы вообще даже не слышали. Это вот как раз те сорта, которые не разрекламированные, которые как-то где-то скромно стоят в сторонке, но которые заслуживают нашего внимания. Он вообще детерминатный, у него 300-500 огромные сердца красные вырастут, очень прост в уходе, советую для работающих огородников, у которых нет теплицы. А следующий сорт, любимый праздник. Он не только любимый праздник, но один из моих любимых сортов. Я и в прошлом году, и в позапрошлом году о нем рассказывала. Это именно тот сорт, который вот нам для сибирского региона подходит идеально. Он тоже невысокий, но он очень крупноплодный. И вдобавок еще он и розово-плодный. Это значит, вы все знаете, что в розовых томатах всегда чуть побольше содержания сахара, они более сладкие. Ну и про него рассказывать, кто смотрит мои видео на канале, знает, что там о нем много. Я его и в теплице показывала, я его и в открытом грунте показывала. Я скажу очень коротко. Он тоже невысокий. Он в теплице вырастает, но от силы метр двадцать. Он не индетерминатный. Он считается детерминатным, но не из низкорослых. На улице метр. Вот он точно такой же метр, как Бердский крупный. Но его отличительность в том, что у него плоды гиганты. Очень крупные плоды. Если у Бердского там 500, вот некоторые пишут, что до 700 граммов бывают плоды. Кстати, вот на видео у Бердского крупный очень много откликов пришло. И каждый, кто написал, все пишут, что мне Бердский крупный нравится, идеальный, и плоды крупные, и вкусные, и ухода мало. Так что зрители подтвердили мои слова, что это сорт, заслуживающий внимания. То же самое и любимый праздник. Но любимый праздник, он еще более крупный. У него такие вытянутые немножко розовые плоды. И когда он вот в фазе наливания плодов, я каждый раз хожу и смотрю, когда же он остановится. Вот она увеличивается, увеличивается, но когда еще зеленые, через неделю идешь, она еще больше. Но не краснеет, как через неделю идешь, оно еще больше. Очень огромные плоды. Естественно, что из-за того, что плоды такие крупные, они не для раннего урожая. Они будут вот долго наливаться, долго формироваться. Но из-за того, что он детерминатный, и все-таки куст прекращает на расстоянии 1 метр от земли, прекращает свой рост, и кидает все силы на созревание плодов, то он и не поздний. Он вот такой у нас середнячок с крупными плодами. Очень удобный. Формирую я его обычно в два ствола. Вообще, я его выращиваю и в теплице, и на улице. Но загонять его в теплицу нет нужды, потому что на улице он прекрасно вызревает, он успевает созреть. Те, которые на последних кистях не успевают созреть, те я срываю, заношу домой. И вот про формирование этого томата, если вы хотите иметь огромные плоды, то рекомендуется даже нормировать, убирать лишние цветки. Потому что, понимаете, если 700-800 грамм, их не может быть 6 или 8 на кисти. Если у вас много цветочков и много завязей, для укропнения плодов некоторые убирают. Я ничего не убираю. Они вот как висят, какие есть. И количество кистей. Вот у нас больше 4-5 кистей на таких крупных томатах мы тоже не оставляем. Но я сейчас не про формирование. Я хочу обозначить еще один сорт, который люди, которые не имеют возможности ставить теплицу, и у которых не так много времени, чтобы ухаживать за индотерминатными сортами, могут посеять и вырастить любимый праздник. Отмечу, что это тоже не редкий сорт томата. Это не коллекционный, не какой-то. Это простой вот такой томат сибирской селекции, который можно найти в магазинах продается. Который, что немало важно, вырастив один год, вы можете собрать свои семена, и потом еще 5-6 лет вот этот сбор сеять. В течение 5-6 лет они сохраняют прекрасную всхожесть. Вот еще один томат для открытого грунта. Любимый праздник. Кому, кто хочет посмотреть летние видео о нем, я его снимала, особенно часто снимала 2 года назад. И в теплице, и на улице. Потом в последующие годы те томаты, которые я уже подробно показываю, я повторно не снимаю, стараюсь какие-то новые снимать, потому что все в один год не снимешь. Но видео двухлетней давности, любимый праздник, показан там во всей красе. Вот эти крупные томаты, как они облепляют этот куст. Очень прекрасный сорт. Ну, конечно, не буду говорить о том, что он вкусный. Он, когда лето теплое, он вообще прекрасный. Вот этот розовый, его разломишь. Он и сахаристый, он и мясистый. Он считается тоже, как относится к классу бифтоматы, хотя он не плоско округлый. Но по всем характеристикам он бифтомат. Он сладкий, крупный, многокамерный, очень вкусный. Я вам рекомендую, если вы увидите в своем магазине томат, любимый праздник, попробуйте в открытый грунт, посадите. Он этого достоин. Все, до свидания. Следующее видео будет совсем о другом томате, уже об индетерминатном, который потребует немного больше от вас внимания, но у которого тоже такие классные биф плоды, крупные, мясистые. Это будет король-гигант. Все, до свидания.